Господь говорит, сохраню его, потому что он любит меня, защищу его, потому что он знает мое имя. Когда вызовет ко мне, я отвечу, в беде буду с ним, избавлю его и прославлю, насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение. 21 марта один из старейших служителей Российского Союза евангельских христиан-баптистов Вальтер Артурович Мицкевич отметил свое 90-летие. Его имя известно по всей России и далеко за ее пределами. На протяжении многих лет он нес служение старшего пресвитера в разных областях Центральной России. А последние 30 лет Вальтер Артурович является пресвитером церкви «Ковчег» в Балашихе. Открытое для Иисуса Христа сердце, твердость духа, верность Господу и ежесекундное упование на Него всегда вдохновляли окружающих Его людей. В братстве он до сих пор служит примером настоящей христианской любви. 90 лет – это долгая, насыщенная событиями жизнь. Но главным из них остается встреча с Господом. Произошло чудо моего рождения во время отпуска. Это был зел рождения моего свыше. Я был в Ленинграде, тогда Ленинград это был. Прекрасный город с музеями, с этими дворцами царскими, знаете, многого восхитительного. И, придя там, где я остановился у одной старенькой сестры, я попал в группу молодых, вот сегодня молодёжно, молодых, которая собралась вечером, и я пришёл, я пришёл, как какой-то, знаете, камень, там, где пылал огонь любви, интересы, горения. Я спрятался в угол, чтобы меня... Но Господь коснулся меня и сделал чудо, что я на следующий день был спасён. Возвещать Евангелие, возвещать Христа этому нашей любимой стране, нашему родному народу, чтобы это возвещали... То есть, видеть грех и вести к святости. Помоги Господь. Вот это я желаю. В окружении церковной семьи Вальтер Артурович ответил на вопросы прихожан, которые для многих стали наставлениями. О семье, о воспитании детей, о том, как преодолевать трудности и не остывать в вере. Каждый смог прикоснуться к мудрости, даровать которую мог только Господь. Фактически моё становление как служителя церкви, в том числе и пастырское служение, оно проходило вместе с Вальтером Артуровичем. Человек, который знает служение, человек, который знает слово, человек, который любит Христа. Поэтому вот каждый раз я просил Господи, пусть Вальтер Артурович будет с нами, пусть он помогает, пусть он советует, пусть он будет здесь. Поэтому вот эта стабильность, которую приносит с собой человек, который столько лет посвятил Богу, в котором столько лет действует Господь, и это благословение. Папа очень любил церковь, он и любит её сейчас. Я очень счастлив, что он живой. Беспокоится о братстве, о служении Богу. Постоянно участвует в поместной церкви, проповедует, молится, консультирует, заботится. Он не пассивный слушатель, но соучастник служения. Один из лидеров, который не может сидеть на месте, старается слушать. Сейчас о зрении у него очень плохо, он говорит, что он почти слепой. Но он умеет слышать Божие Слово и передавать его. Это так приятно. Человек, который пропитан священным писанием, молитвой и желанием, чтобы каждый россиянин узнал о Господе Иисусе Христе. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем, как Моисею, до 120 и дай Господь здоровья. Как быстро пролетают годы. Поздравляю с 90-летием, прочитая из книги пророка Исаии, 40 глава. Утомляются, и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Это наш Господь. Благодарю Бога, что Он является твоим утешением, радостью и силой. Да благословит Господь и ведет тебя дальше. Информационное бюро «Спектр» Балашиха. Субтитры создавал DimaTorzok